Первый и самый главный вопрос, который задают журналисты заместителю министра МВД, это ситуация вокруг Идриса Костоева, которого 21 марта похитили неустановленные лица и подвергли пыткам. Амир Султыгов отмечает, по данным МВД, Костоев в течение года занимался незаконным оборотом оружия. И факт о том, что к его похищению якобы причастны сотрудники правоохранительных органов, не доказан. Для нас было немного шоком поступление от его родственника заявления о безвестном исчезновении. Честно скажу. В тот же день это заявление поступило, 21 числа было задокументировано, принято к производству, начата проверка по ним. В последующем обнаружение Костоева со следами причиненных следственных повреждений, это обстоятельство также послужило поводом для проведения проверки и расследования этого преступления в отношении тех лиц, которые данное действие совершили. При этом опять же отмечу, что в силу того, что Костоев заявил, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов, к этой проверке активно подключились сотрудники подразделения собственной безопасности. Насколько я понимаю, сегодня это расследование свидетельствует о том, что данных объективно полагающих, указывающих, что они причастны к этому сотрудникам МВД по республике Ингушетия нет. Материал передан в Следственный комитет в связи с незаконным лишением свободы. И крайне, на что обращу внимание, вчера в отношении лица избрана мера, не избрана мера пресечения принятого решения о задержании под стражей, значит, уголовное дело в отношении него было возбуждено до того, как поступило заявление о безвестном исчезновении. Там не только в отношении него, в отношении еще ряда лиц. Вот это та группа, о которой я говорил в самом начале, задокументирована. Не менее четырех факторов сбыта ими оружия на территории республики Ингушетия. Оружия различного, включая гранатометы. В продолжении поднятой темы Амир Сутыгов рассказал, что министерству выделена сумма в размере 500 тысяч рублей на выкуп оружия у жителей республики и боеприпасов. К примеру, за автомат предусматривается около 25 тысяч. Кстати, в текущем году уже 8 человек добровольно сдали оружие. Амир Сутыгов отметил, что это не несет уголовной ответственности. Все должны понимать, что такие меры предпринимаются в первую очередь в целях безопасности граждан в связи с участившимися несчастными случаями. Оружие, которое сегодня находится на руках, если оно куплено вне рамках деятельности действующего законодательства, оно является незаконным. Какой бы вид этого оружия не было, хоть дейкицдес, всех оружиев, которые висит на стене, даже если никто к нему не прикасается, раз в год до выстрела. Вот вчерашние события в сельском поселении Кажа, когда в результате неосторожного обращения с оружием молодой человек получил ранение в височной области. Далее на конференции речь зашла об итогах деятельности министерства. Какие преступления, в том числе и особо тяжкие, в последнее время участились, а какие удалось искоренить. Делясь статистикой, Амир Сутыгов отметил, что в последние месяцы участились кражи. С начала года зарегистрировано 50 таких преступлений, а в прошлом 47. Однако главная беда на сегодняшний день – это провокационные попытки дестабилизировать обстановку в республике через социальные сети с просьбой выйти на акции протеста и тому подобное. В пользу случаях хочу отметить жителям нашей республики, мы очень часто в предыдущих годах сталкивались, когда определенное лицо с помощью интернета призывает всех патриотов выйти на какую-то протестную акцию, и поэтому сами они в этих местах так и не появляются. И имя свое не называют. И имя свое не называют. И основания, что их побудило, информация, которая у них есть, якобы во всех инстанциях на нигде не разглашается. Я хочу просто, чтобы все понимали, это на сегодняшний день просто провокация. Участие в любой несогласованной акции. Я уже говорил, что законодательным прописан порядок согласования является административным наказанием делом. Если эта акция перерастет в массовый беспорядок, это уже уголовная ответственность. Реальная уголовная ответственность. Второе, на что обращаю внимание, люди, которые скрываются за никами, они, наверное, полагают, что они защищены просторами интернета. Произыв к организации несогласованных акций, призыв к массовым беспорядкам, также влечет уголовную ответственность. Сегодня процесс документирования идет. Рано или поздно эти люди будут известны в обществе. Не оставили без внимания журналисты ситуацию на дорогах. Замминистра отметил, что улучшение общего состояния на дорогах республики зависит не только от инспекторов ГИБДД. По мнению Амира Султыгова, прежде всего, эта проблема актуальна из-за недоработки всех общественных институтов, в том числе и семейного. Очень часто можно слышать, особенно по телевидению, берут комментарии у старых водителей, они всегда ссылаются на то, что люди нарушают право движения, потому что они не знают, потому что там права у них не так выданы и так далее и тому подобное. Я скажу, что в этой связи по выдаче прав там тоже ужесточение требований. Это все осуществлено. Сегодня мы уже практически перешли к тому, что наше районное право выдает на основании экзаменов, которые в онлайн-режиме проводят уже Москва. В этом году идет значительное снижение тяжких и особо тяжких преступлений. По мнению Амира Султыгова, прежде всего, такая положительная динамика – это результат совместной работы МВД с общественностью и Советом Тейпа. Тяжкие и особо тяжкие – это убийства, разбой и грабежи. И, может, где-то мы оптимизировали систему реагирования на все эти ситуации, тоже, как вы сказали, где-то какая-то профилактическая составляющая срабатывает. Мы знаете, что, допустим, такие общественные институты, как Совет Тейпа, в общем, в глобальном смысле многие люди предполагают, что они раз в месяц собираются на какие-то общественные мероприятия, на этом вся их надеятельность заканчивается. Нет. Мы плотно с ними взаимодействовали, допустим, только бытовых конфликтов, которые могли перерасти в серьезные преступления. И это было нами совместными усилиями с помощью их в прошлом году. Порядка 80 или 90 причин, это то, что мы с ними ориентировались. Они сами еще больше, наверное, вегают. В текущем году уже порядка 12-13. Завершая пресс-конференцию, Амир Султыгов отметил, что любое преступление легче предотвратить. Замминистра еще раз призвал всех быть бдительными и при встрече с подозрительными лицами или обнаружении предметов, оставленных в общественных местах, немедленно сообщать в правоохранительные органы. Исуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24.